Добрый вечер! Что такое хорошо и что такое плохо объясняет школьникам на новом уроке. Под аббревиатурой ОРКСЭ скрывается сразу несколько предметов по выбору. Это основы православной или же другой религиозной культуры или светская этика. Выбрать один из предложенных предметов родители должны уже в этом месяце и в эфире программа открытая студия и ее ведущая Юлия Новикова. Как принять осознанное решение и почему родители так боятся того, что дети будут знакомиться с религиозными направлениями, обсуждаем в прямом эфире с экспертами. В студии начальник управления образования администрации Северодвинска Сергей Попа. Сергей Григорьевич, здравствуйте! Добрый вечер! И священник храма святых Кирилла и Мефодия Северодвинска Дмитрий Аполлинариев. Отец Дмитрий, добрый вечер! Для начала хотелось бы сказать телефон прямого эфира, прежде чем перейти к статистике. Мы работаем в прямом эфире и свои вопросы экспертам вы можете задать по телефону 598 700 жителям области. Напомню, код города Северодвинска 8 818 4. Предмет появился в школьной программе 4 года назад и что вот сегодня преимущественно выбирают родители? Ну, надо сказать, что выбор действительно есть, да, 6 модулей. Ну и на самом деле, если мы посмотрим за 4 года, то есть такое движение к такому модуле, да, как основа православной культуры. То есть, если начинали в основном с основ светской этики, то сегодня все-таки есть интерес к этому, ну и духовно-народственная культура народов России. То есть, абсолютное большинство 4 года назад выбирало светскую этику? Абсолютно точно. Сейчас перевес в каком модуле? Сейчас также основа светской этики, порядка 60% выбирают этот модуль, но еще раз хочу сказать, что сегодня есть тенденция, так сказать, к другим, к выбору к другому. Есть еще кроме основ православия, основы? Духовно-нравственной культуры народов России. Ну, это, в общем-то, то же самое, что и мировые религии, потому что на территории России все представлено, что можно представить практически. Возможно это и так, да, но на самом деле здесь как раз речь идет о России и тех народах, которые ее населяют, и поэтому есть сходства и есть, конечно, отличия. Также могут выбрать и буддизм, и иудаизм, и ислам могут выбрать. Выбирают? Ну, буддизм один человек, и все. Один человек. Но ему предоставлена возможность учиться? Конечно. А каким образом? Что это? Индивидуальное занятие? Вы знаете, что есть конституционное право человека, да, на образовании, есть закон об образовании, и есть, так сказать, все для того, чтобы мы обеспечили выбор. То есть человек, вот это серьезная вещь, да, то есть человек должен сам выбрать. Родители за детей, ну, по-другому в четвертом и пятом классе фактически никак, да, но на самом деле никто не имеет права принуждать. Ну, там говорят, у нас только такие учебники, у нас только такой преподаватель, и вообще мы ничего об этом не знаем. Это запрещено, и, соответственно, школа обязана учитывать интересы родителей и детей. Но мне кажется, немалая смелость быть единственным ребенком в классе, в школе и в городе, который изучает буддизм, потому что есть вероятность, что на него одноклассники пальцем просто будут показывать. Ну, вы знаете, вряд ли это так, поскольку, знаете, он же не прокаженный. Но опять же, есть классы и школы, которые массово, единым просто словом, убирают только светскую этику. Отец Дмитрий, вот чем вы это объясните? Тем, что православие у нас не модно, что ли? Это наша главная религия в стране, почему ее не хотят выбирать? Для меня это тоже странно, на самом деле, потому что больше 80% нашего населения крещено именно в православной церкви в свое время и сейчас продолжают точно так же. А выбирают меньше 40%. А выбирают, да, меньше 40% почему-то, но, может быть, это еще пережитки советского прошлого, где гонения были на церковь жесткие, бабушки еще это помнят, дедушки помнят. И, естественно, у нас, кто учился в советский период, тоже есть определенный осадок еще того времени, когда мы знали, что входить в церковь нельзя, все это плохо, значит, карается законодательством, родители получали выговоры на работе, иногда увольняли их вообще. То есть, сложное было время достаточно для людей, и у некоторых это просто еще осталось на генетическом уровне. Но потом в 90-е все массово крестились. А сейчас эти люди, которые тогда крестились, ведут детей в школу и не хотят выбирать православие. Но, к сожалению, эти люди, которые крестились в 90-е, они для себя до сих пор и не поняли, для чего это делали. Большинство из этих людей не поняли. И именно поэтому крестят детей сейчас в наше время для того, чтобы Бог чадо охранял, для того, чтобы ребенок не болел. Большинство ответов именно таких, когда люди приходят для крещения, и на вопрос, для чего вы крестите, вот для этого. То есть, о том, чтобы ребенок стал христианином, это, наверное, один из два, может, ответа из ста. Ну, нормальное желание родителей, чтобы ребенок не болел. Тут даже с этим невозможно поспорить. Но это же вранье. Он все равно будет болеть. Ну, зачем вы разочаровываете нашу аудиторию? Знают ли жители Северодвинска свои православные традиции? Мы попытались выяснить с помощью трех простых вопросов, которые задали на улице. Давайте посмотрим опрос. Для меня это трудно. Трудный вопрос. Пасха будет? А сколько будет православия? Верба воскресения. Ну, я так думаю, Пасха, это будет, допустим, примерно 5 мая, примерно, наверное, я думаю, что будет. Ну, я так думаю, среда примерно так. Среда, четверг. В 87-й год. В смысле, наша эра, вот наша эра. Россия, вы имеете в виду, или? Он завершается, он Пасхой. Длится 40 дней, что ли. Не знаю, не обращала внимания, честно скажу. Даже не застряла внимания. Не знаю, на какой день. Пасхой длится 7 недель, по-моему. Не знаю, не считала. Наша эра? Ну, я считаю, что с нулевого года. Ну, а почему он был на зону нулевым? Что этому предшествовало? Ну, как, говорят, что это от христианства пошло? 40 дней, по-моему, он идет. А завершается Пасхой. А Пасха, по-моему, всегда на воскресенье выпадает. От Рождества Христианства, наверное. 45 дней длится, а по его окончании Пасха. Вот это затрудняюсь ответить. А она всегда в воскресенье? Не знаю. Это Рождество Христово. 40 дней он длится. А какой праздник там будет в конце его? Великий пост, наверное. Ну, где-то суббота, воскресенье. Так, это Рождество Христово. Так, с чем кончается? Я не знаю. Да, это самое... Честно не... Я тоже не знаю. Так, Пасха. Еще пока не подсчитывали. Тоже не знаете? Нет. С 1917-го. Я так понял. Ну, он закончился, он, конечно, начинается, этот, масляный. Ну, ко мне с масляными. И начало, так сказать, этого, когда яд стыдят Пасхой. Победа, добра над злом. Понимаешь? Ну, возрождение двух и прочего. А вот сейчас 40 дней. Давайте отсчитаем. Часово. Я даже в календарь не заглядываю. Ну, знаешь, и 40 дней. Это великий пост. В календаре или надо сидеть вот так на пальцах считать. Да, вот Пасха была еще у нас 26-й или какого-то. Воскресенье-то было. 27-й. Ну, да, 27-й. Ну, вот 40 дней прибавьте. Я в математике не силен. Математику можно не учить. Каждый год Пасху мы отмечаем всегда в воскресенье. Другого дня не бывает. Вот вопрос. Знание вот этих вот традиций. Это говорит о религиозности человека? Или все-таки об его уровне культуры и образования? Вот как вы считаете? Ну, о религиозности вряд ли, наверное, да. Хотя вот взять меня, да. То есть крещен я в обладенчестве был. Ну, так было уж должно было быть. Но на самом деле Пасхальное воскресенье, я помню, с детских лет, поскольку это всегда пироги, значит, вот этот особый запах. И это всегда огромная миска крашеных яиц, да. И вот это ощущение праздника, да, которое было. Я совсем не понимаю, почему люди старшего поколения как бы не могут сказать, когда бывает Пасха. Ну, вот вам семья привела эти традиции. Должна ли школа объяснять детям элементарные вещи, касающиеся нашей истории и наших традиций? Ну, вы знаете, если говорить об истории и традициях, то это прямая обязанность школы. То есть вы понимаете, что этот курс, о котором мы сегодня говорим, да, он вообще пропедевтический для изучения истории, для изучения литературы. То есть для того, чтобы мы понимали потом в дальнейшем литературные тексты, да, и что вообще происходило в нашем государстве с его основания с древнейших времен, ну, и через все перипетии до сегодняшнего дня. Ну, вот я слышала такое мнение и от родителей, и от педагогов о том, что да, мы бы выбрали религиозные направления, но в школе надавили все-таки, не дали возможность выбрать. Вы знаете, я могу в это поверить, могу в это поверить, но еще раз говорю, значит, вот, если подобное, так сказать, происходит, для этого есть такой надзирающий орган, как Управление образования, начальник которого вот сейчас перед вами. Это запрещено, то есть нельзя. Если нет педагога, значит, у нас есть открытый институт наш, его надо направить, потому что вести может любой педагог. Тот, который ведет общество знаний и историю, тот, который ведет литературу. Любой, он может вести математику, но пройдя соответствующую переподготовку, преподавать, значит, вот основу светской этики или основу православной культуры, тем более, что если ему самому это будет интересно. То есть в данной ситуации это может быть педагог-организатор. То есть главное, чтобы была дополнительная специальная подготовка. Отец Дмитрий, вот вы посещаете родительские собрания, говорите с родителями о курсе основы православной культуры. Как вы считаете, дают школы возможность выбора или нет? Такого выбора, чтобы не судиться с управлением образования, а обычного выбора? Все зависит от администрации, естественно, школы, да, от самих педагогов, которые либо курсы прошли, либо еще не успели пройти. Если педагог не прошел курс повышения квалификации, он даже не может представить все шесть модулей адекватно. Он может говорить, что вот я могу преподавать советскую этику, потому что я вроде бы как элементарные понятия в истории нашей страны знаю. Поэтому мне это ближе. И учебники, допустим, в школе закуплены на советской этике, и на следующий год, чтобы закупить полный комплект основы православной культуры. Просто нереально, у меня нет денег. Столько у школы, чтобы это купить, обеспечить. Именно поэтому педагоги иногда идут на завучи по воспитательной работе, на, скажем так, разговоры с родителями, и аргументируют именно вот так свои действия, что давайте выберем советскую этику, нам для школы и для вас будет это менее затратно там, да, именно по финансированию. И это можно понять, потому что мы живем в сегодняшних реалиях, действительно, везде экономят, и невозможно каждый год комплект учебников менять. С другой стороны, если педагог подошел к этому творчески, прошел курс повышения квалификации и адекватно может представить разные модули, я думаю, что вполне возможно родители выберут и основу православной культуры, потому что насыщенность уроков в основу православной культуры намного глубже, чем у советской этики. И если это показать на представлении на религийском собрании, показать эти учебники, показать темы, я думаю, что большинство родителей выберут основу православной культуры. Я именно для этого туда прихожу, на разные религийские собрания, и в том числе и у меня дети в школах учатся, ведь я тоже приходил к на религийском собрании, когда этот модуль выбирали. И точно так же сравнил эти учебники, мало того, что я еще и на курсах этих повышения квалификации педагогов и ППК в Архангельске тоже преподаю некоторые часы по как раз истории православия в России. Поэтому я думаю, что если именно так вот к этому вопросу творчески подходить и действительно с желанием, чтобы педагог сам хотел преподавать, тогда выбор будет более такой очевидный, и мы совсем другие увидим проценты, скажем так, в наших школах. В четвертом классе учитель начальных классов, как правило, ведет, поэтому, собственно говоря, ему все равно надо проходить обучение. И тут, так сказать, выбор за ним остается для него лично, но он должен уважать выбор родителей. А родители, ну, все, мнения в классе разделились. Тогда что по разным школам, что ли, дети пойдут учиться? Куда ходит вот этот один ребенок, который выбрал буддизм? Ну, я сейчас не готов ответить, куда он ходит, но он ходит в ту школу, в которой он учится, и там, конечно. Здесь это вопрос как раз, так сказать, организационный, и он входит в компетенции самого образовательного учреждения, самой школы, и она эти вопросы может, умеет и всегда решит. Специалистов по преподаванию светской этики, православной культуры готовят на специальных курсах, это педагоги той же школы, которые там работали. А может ли этот предмет, основу православия, вести священнослужитель? Ну, напрямую нет, поскольку есть сегодняшнее законодательство, то есть светский предмет ведут его педагоги, имеющие соответствующее образование, прошедшие соответствующее повышение квалификации, переподготовку. Вот, поэтому, когда мы говорим о представителях церкви, то мы говорим, что у нас есть, кроме ведь уроков, у нас есть классные часы, есть круглые столы, есть, значит, диспуты, есть родительские собрания, ну и много других форм, которым мы можем, на мой взгляд, и должны привлекать. То есть, с тем, чтобы мы о том, о чем они лучше нас могут рассказать, и что лучше нас могут донести детям, вполне должны привлекать. Только на факультатив может прийти священнослужитель, не на учебный предмет обязательный. Приведение, проведение учебного предмета, вот этого систематического курса нет. Но, в свою очередь, священнослужители готовят учителей, могут готовить, да, для ведения этого курса? Участвуют в подготовке, участвуют. И какова квалификация, как вы считаете, учителей, которые сегодня преподают православную культуру? Все зависит от желания человека. Если человек хочет реально повысить свой уровень для преподавания этого предмета, конкретно, допустим, взять основу православной культуры, то он, помимо этого, этих часов по повышению квалификации, он будет дополнительную литературу считать, ну, как по любому предмету. Если он просто его послал, директор сказал, что у тебя часов не хватает в этом году, давай-ка преподавай этот предмет, то он будет его преподавать точно так же, ну, особо нехотя. Так же неинтересно, как и другие предметы. Надо просто, и все. Ну, мы с вами, вот, я думаю, в этой системе образования были, и у нас у каждого есть любимые учителя, а есть не совсем любимые, так ведь? Есть хорошие врачи, есть обыкновенные, да, которые просто исполняют свои функции, насколько это возможно. Ну, давайте вернемся к выбору предметов. Какой школьный предмет по выбору вам кажется самым нужным для развития и воспитания ребенка? Я задала этот вопрос ВКонтакте, и несколько совпадают результаты с выбором учителей, родителей по городу. 62% выбрали основы светской этики, второе место занял предмет основы мировых религиозных культур. Ну, нескольких религий сразу изучения. И 15% с небольшим проголосовали за основу православной культуры. Ну, вот, меньше значительного в интернете результат, чем выбирают в Северодвинске родители. И вот есть комментарий интересный, который собрал лайки. Комментарий поддержали. Я не прихожу в церковь и не учу прихожан математики. Это сугубо добровольное дело. Навязывать религию, а тем более делать обязательный предмет в школе, это противозаконно, это противоречит Конституции России. Где вот грань между навязыванием религии и информированием? Вот это высказывание, это глубокое заблуждение человека, потому что он полагает, что в школе преподают закон Божий. То есть вот берут... Ну, как до революции. ...берут Евангелие, да, и начинают, там, значит, есть проповедник. На самом деле, ведь речь идет о культуре, о духовно-нравственном начале. И вот я еще раз хочу вот эту мысль, чтобы все поняли, что вообще-то все шесть модулей созданы для того, чтобы достичь одного и того же результата. То есть это духовно-нравственное воспитание и развитие ребенка. Но пути, так сказать, достижения несколько иные. И поэтому в данной ситуации никакая проповедь, никакое, так сказать, реглиозное учение не идет. Мы говорим об основах вообще нашей культуры. Нашей. Потому что православие есть основа вообще нашей культуры, которая, да, в некой-то иногда причудливой форме, так сказать, присоединилась с язычеством, дошла до нас. Но никто ведь не отрицает, что одно на другое могло наслоиться, да, вот, но именно это, а не то, значит, о чем вот данный человек думает. Что делать со страхом религиозной пропаганды? Почему такой ужас испытываешь? Приди в школу на урок. И все понять самим. А можно? Можно родителям ходить на уроки? По согласованию. По согласованию с администрацией, конечно, можно. В тех случаях, когда они в чем-либо сомневаются, значит, или хотят, так сказать, постичь, познать, познать дополнительно. Поэтому пусть читают закон о образовании, там все написано. Есть вот такой интересный момент, на который обращают внимание родители, делая выбор. В некоторых моментах религия противоречит современной науке, ну, например, теория происхождения человека. Вот из-за этого еще боятся учить детей в православии, что потом на биологии-то им объяснят совершенно другую историю. Что с этим делать? Здесь, вы знаете, я, когда работал на Водвинске, я пять лет преподавал такой предмет, как естествознание. Ну, хотя я филолог по образованию все знают, да, но так получилось. И вот все пять лет приходилось вот в этих темах, так сказать, ну, говорить о том, что, во-первых, нет уж совсем серьезного противоречия, да, во-вторых, есть выбор, да, человек, человек, почему человек верующий, например, как я, не может знать теорию Дарвина. Я же знаю основы математики, там, биологии, физики и химии. Поэтому в данной ситуации, ну, некоторые верят, так сказать, в пришельцев, инопланетян и так далее, что тоже, наверное, так сказать, совсем, ну, не доказано, но на самом деле, так сказать, вот в этой ситуации, так сказать, еще раз говорю, мы в науке очень мало найдем противоречий, значит, божественному происхождению человека. Вы взрослый человек и в состоянии анализировать огромное количество информации, школьное обучение, оно линейно довольно, как мне кажется и помнится. Согласитесь ли с этим? Насчет линейно... Что делать с теорией Дарвина? Да ее преподают до сих пор в каждой школе, но как теорию и как одну из вариантов развития. Но не как основную. Сейчас в сегодняшних учебниках и по окружающему миру, и по биологии это один из вариантов развития. И Дарвин, это теория, которую еще надо доказать. И нужно найти промежуточные виды для того, чтобы она доказалась. И до сих пор никто их не нашел. Но, тем не менее, продолжают ее преподавать в школе. Ну вот в моей школьной программе это была единственная, возможно, теория. И родители же опираются на свой школьный опыт. Они же не возвращаются к курсу биологии каждый год. Они же ей не занимаются. Вообще, родителям объясняют, прежде чем они делают выбор, что, в каком модуле дети будут проходить. Ну, если, так сказать, образовательное учреждение абсолютно добросовестное и честное по отношению к родителям, то, конечно, объясняют. Если кому-то что-то не объясняют, то, значит, ну вот есть определенные вещи, некое лукавство, или то, о чем вот уже отец Дмитрий говорил. То есть, хотя на самом деле, если возникают какие-то проблемы, то они всегда решаемы, разрешаемы. И все можно решить, значит, не доводя до абсурда. До того, что вот, ну, нет учебников, нет специалистов, нет, знаете, много чего. Тогда бы вообще можно не преподавать ничего. А вот математиков, если нет. Ну, как-то же решается и этот вопрос. Ну, вот я полистала учебник по светской этике, там учат поступать по совести, соблюдать некие правила приличия и жить в обществе. А вот чему учат основы православной культуры? Может быть, родители боятся того, что каким-то старинным правилам приличия обучатся дети, и как они будут в современном обществе функционировать? Какие старинные правила? Устаревшие. Ну, например. Ну, например, притеснение женщины, женщина дома и на кухне. Чтить родителей своих, так это старинные правила, да замечательные старинные правила. Любить ближнего своего, это тоже старинное абсолютно правило. Но, значит, не убей, это тоже совершенно старинное правило. Мы много чего сейчас можем привести. Поэтому абсолютно здесь, я думаю, никаких противоречий нет. Какие? Сам смысл, что именно родители, мне кажется, пугают, что ребенок приходит после каких-то классных часов, где им говорят, что вот вы будете изучать такой-то предмет, или будем проходить завтра какую-то тему. Ребенок приходит и спрашивает, завтра праздник Пасхи, а зачем мы будем яйца-то красить? И большинство, к сожалению, родителей не знают, для чего они это делают. Но делают. У ребенка вопрос. Если он задал этот вопрос и не получил ответа, значит, ну, где-то какие-то пазлы-то не сходятся ведь. Значит, либо самому нужно, либо, значит, просто принять точку зрения родителей, а, потому что все так делают. И все. Ну, вроде как и понятно, а вроде как и непонятно. Отговорка просто. Так вот, приходя на эти родительские собрания, вот просите у педагогов учебники, для того, чтобы полистать и посмотреть программу саму, по которой будет преподаваться конкретный предмет. Программу. Насыщенность каждого урока. О чем он будет? Вот о Пасхе, допустим. Там же есть все традиции. Не только само воскресение Христова, да, как историческое событие, но и традиции празднования. Педагогов обычно об этом обязательно будет говорить, какие есть традиции в семье. А если мы этого не знаем, но эти традиции пытаемся как-то коряво соблюдать, ну, вроде бы как, что-то мы какие-то недоделанные, мне кажется. Ну, ведь ничего плохого, если ребенок придет из школы и что-то расскажет родителям новенькое. Им неудобно, понимаете? Мы же физику тоже не помним. Он ставит родителей в неудобное положение. Когда родители не могут ответить на вопрос, они в неудобном положении. И им некомфортно. Им проще как-то вот тихонечко сойти на нет вот эту тему, перевести в другую, да, в другое русло. И проще, конечно, советскую этику, советскую этику преподать. Потому что, ну, все понятно. Добро и зло. Ну, что такое добро? Ну, будь добрым. Это хорошо. А как хорошо? А почему нужно быть добрым? А что такое милосердие? А почему нужно вот милосердно относиться к людям, независимо от того, кто перед тобой? А может быть, этого родители боятся, что в современном обществе настроенные на успех дети вдруг узнают, что нужно сочувствовать, жалеть, помогать, делиться? Разве это плохо? Давайте не будем делиться. Давайте каждый будет свою конфетку есть, каждый свой пирожок, не делясь ни с кем. И потом мы что получим-то? Есть же примеры такие, когда родители стремятся к воспитанию своих чад в идеальном просто состоянии каком-то. Идеальные отличники, успешные прям совсем во всех там олимпиадных конкурсах там. Да, потом они уезжают, поступают в какой-то вуз московский или питерский или за границу вообще. И потом о своих родителях вообще не вспоминают. То есть родители люди ждут, они надеялись на этого человека, что вот вырастили, вот, горжусь, да? А в ответ тишина. То есть иногда, ну, раз в год позвонит, может быть, на день рождения, поздравит, и все, сухо. Потому что уже тот общество, в котором он общается и вертится этот ребенок, которого вы лелеяли, оно уже совсем другого уровня. И ему стыдно сказать, что родители простые инженеры, рабочие там. Ему это совсем некомфортно. Разве вот этого мы хотим достичь? Успешности вот этой? Ну, а разве светская этика не объяснит ребенку, что это нехорошо? Что такое нехорошо? Объяснит. Это плохо и безнравственно. Совершенно верно. Еще раз, вот здесь как раз все-таки должны определиться, да, люди. Поэтому, чтобы определиться, надо хоть чуть-чуть знать. Поэтому вот есть предложение, да, прежде чем сделать выбор, сегодня большинство наших молодых родителей свободно могут найти информацию, вот, вообще прийти, посмотреть, найти учебник, потрогать, полистать его, да, определиться, увидеть, что ничего плохого нет ни в том, ни в другом, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом, ни в шестом. Вот, вот, но на самом деле, значит, чтобы они только поняли, что никак, но напрямую вот этот курс не связан, так сказать, с религиозной пропагандой. Ни одной из религий, которые предлагаются. Ни одной, мы и сейчас не говорим конкретно, а ни одной. На самом деле, это все-таки, значит, курс такой вот именно культурологический, да, с тем, чтобы мы все-таки через это привели ребенка, кстати, к осознанию, вот, себя в этом окружающем мире, да, в котором, да, все непросто, и в котором, конечно, иногда и локтями надо поработать, но только иногда и только в определенных условиях. На самом деле, вот так. Спасибо вам за участие в программе, Сергей Григорьевич, отец Дмитрий. Удачи вам и до свидания. Спасибо большое. До свидания. В эфире была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. Пусть ваш выбор будет осознанным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok